К защите Родины готовы. Школьники и студенты Ненецкого округа в эти дни участвуют в военно-патриотическом слете «Звезда». Ребята знакомятся со основами полевой жизни, живут в палатках, питаются едой, приготовленной на костре и отрабатывают базовые армейские навыки. Александр Найда расскажет подробнее. Рота «Подъем», приготовиться к стрельбе, прямо и многие другие команды и приказы от командиров большинству ребят предстоит узнать в недалеком будущем. А пока что в рамках проведения военно-полевого слета «Звезда» они только начинают постигать основы военного дела. Мне понравилась стрельба из охолощенного автомата Палашникова, также понравилась сборка-разборка автоматов. Я первый раз на слете и на самом деле очень понравилось. Кормят пять раз в день и еда теплая, ну все вкусно. Утро по команде, завтрак по распорядку. Отбой в 23.00. Каждая минута мероприятия тщательно проработана и максимально приближена к армейскому быту и воинскому уставу. Среди широкоплечих парней можно обнаружить и хрупкие силуэты. Как выяснилось, военно-патриотическая тематика интересна не только парням, но и девушкам, которые ради получения ярких эмоций и новых знаний и практических умений готовы жить в довольно жестких условиях наравне с представителями сильного пола. Проводилось очень много полезных и очень важных уроков по медицине, по ориентированию на местности, по поиску людей, на какой-нибудь, а также на местности. Сделали из автоматов, проводились даже соревнования среди ребят. Девочки среди парней практически разницы нет, потому что и так, и так, и все хорошо. Военно-полевой слет проводится в одиннадцатый раз. И так же, как и в первый, нашлось много желающих проверить себя на стойкость, ловкость и терпимость. И, как отмечают сами организаторы, интерес молодежи к военной и патриотической тематике неуклонно растет. На данном мероприятии присутствуют 25 детей. Они в возрасте 14-18 лет, участники военно-патриотических клубов. Также дети, которые занимают юготуризм и активный отдых. А на самом деле детей я желал принять участие много больше. Но то, что у нас перенеслось мероприятие на сентябрь, мне кто-то боялся, что холодно, поэтому много детей отказалось. Но желание было у детей. Походный строй, колонна, замыкающий и многие другие понятия в армейской жизни ребята изучают в специально оборудованных и отапливаемых помещениях, расположенных на территории лагеря. Где также расположена столовая и, конечно же, казарма. Где после отбоя, в тепле и армейском уюте ребята могут приготовиться ко сну. Хоть и темно, хоть и прохладно, но такого количества воды еще не бывало на моей памяти. И поэтому у нас специально оборудованы места для занятий. То есть в палатке есть казармы для проживания, а есть казармы именно для приема пищи и казармы для обучения. В таких условиях ребята жили на протяжении пяти дней. Дождь и ветер, силовые упражнения, полевая еда – все эти моменты армейского быта не стали препятствием для получения эмоций и ярких впечатлений. Александр Найда, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».